Найти взрывчатку по запаху. Такая задача стояла перед четвероногими сотрудниками на этом этапе чемпионата по многоборью. Кинолог вместе с собакой должен был отойти за линию, обозначенную на полу, а затем пустить собаку на поиски нелегального груза. Та в свою очередь обнюхивает пространство и, как только обнаружит взрывчатое вещество, садится рядом с ним, таким образом указывая хозяину цель. Играет роль не только точность выполнения упражнения, но и время, за которое пушистый сотрудник справится с поставленной задачей. А здесь в соседнем помещении искали уже наркотики. Вещество прячут у одного из восьми добровольцев, среди которых собака должна вычислить условного злоумышленника. При этом кинолог не должен указывать своему питомцу жестами или звуками местонахождение наркотиков. За такие подсказки судьи снимают баллы. Поиск оценивается на 70 баллов и обозначение оценивается на 30 баллов. Соответственно, из 70 баллов свои штрафные баллы и из 30. То есть, допустим, собака принюхалась к месту, где заложено целевое вещество, но не обозначила. И, соответственно, за это ее штрафуют минус 10 баллов. И так далее. То есть, дополнительные команды кинолог дают. То есть, тут уже работа не собаки, а работа кинолога, что он своими действиями снижает общее количество баллов. По той же системе соревновались кинологи в обнаружении вещей. В руки человеку давали подержать кусок ткани или другого материала. Затем его вместе с другими лоскутками разбрасывали на местности. Четвероногий сотрудник должен по запаху найти именно тот, что был в руках. Кроме того, работали кинологи и с поиском самого человека. Найти его нужно было в одной из трех машин. Такой навык в реальных условиях поможет собакам не только выполнять схожие задачи на службе, но и даже искать людей среди завалов. Прошли и полосу препятствий. Это Ватсон, немецкая овчарка. С ним Денис Беляков работает уже на протяжении трех лет в общеразыскном профиле. Это первые их соревнования. К ним готовились заранее, проходили этапы в рабочих условиях. В рамках соревнований уже удалось отработать обыск местности, выборку вещи и несколько других этапов. Справились не идеально, но ошибки сотрудники ведомства учтут на будущих этапах. Кинолог рассказывает, главное в тренировках с собакой – достигнуть взаимопонимания. Это хорошая собака. Вместе мы с ним прошли нелегкий путь, так сказать. Во всем. Я его поддерживаю, он меня также поддерживает. Мы понимаем друг друга с ним. Надеюсь, дальше все-таки будет у нас чуть-чуть получше и добьемся каких-то еще больших результатов с ним вместе. Кроме этой пары сотрудников в команде Владимирской области еще двое. Всего в соревнованиях принимают участие более 150 кинологов. Это 57 команд из различных регионов Российской Федерации. Соревнования, во-первых, проводятся для обмена опыта, интересующих кинологов, представителей команд, судьи также обмениваются опытом. Все упражнения, они еще и несут свой общеразвивающий характер собакам. Потому что полоса препятствий, к примеру, развивает силу, выносливость, небоязнь преодоления высоких каких-то препятствий и скорость, соответственно. Такие всероссийские соревнования кинологов проходят с 2015 года. В Суздале уже второй раз. Чемпионат длится пять дней и уже 27 мая подведут его итоги. Определят и наградят лучших во всех дисциплинах. Победители и призеры получат медали и грамоты. Кроме того, выберут и лучшую команду в общем зачете. Лада Кочетова, Алексей Ковалев, Телеканал, Вариант.